Получается, что я вообще никакой ответственности не несу, если я делаю что-то плохое, что, скажем, в нашем мире происходит. Человек верит и идет на плохие поступки. Как в этой ситуации? Где мне найти точку моей ответственности, чтобы я шел к правильному направлению? В том, в чем я сейчас нахожусь, я не произвел это состояние, но его приготовил вместе с Творцом, как два партнера. Была у меня возможность, чтобы то состояние, которое сейчас раскрывается, раскрывалось бы более хорошим образом. А я этого не сделал. Но состояние на данный момент это уже состояние. Это итог всех предыдущих условий, на которые я мог бы повлиять. Я бы мог, скажем, положить яйцо под курицу, я могу положить ее под солнце, а могу, скажем, поместить в инкубатор. И в соответствии с этим я получу результат. Понимаешь, скорость и свое отношение, все изменяется. Но это не то уже состояние, в котором я уже нахожусь. Состояние, в котором я нахожусь, я должен уже сказать, если не я, не я, но нет и никого, кроме него, после того, что я прошел. Это то, что я получил. Я сделал максимум. И заранее уже было известно, что я должен был быть в этом состоянии. То есть это еще получается тяжелее, сложнее, чем то, что он говорит сейчас. Потому что из нынешнего состояния, правильно прочтение нынешнего состояния, который ко мне изначально уже приходит, из того, что нет никого, кроме него. Сейчас я начинаю определять, что я делаю дальше. И я тогда говорю, если не я, то кто? Есть тут много, это значит, форм моего отношения. Если не я, то кто? Это тот период, когда я действую и работаю, как будто бы Творца нет. Потому что я не знаю, потому что для меня это скрыто. А потом я обнаруживаю, что я действую в состоянии, нет никого, кроме меня. Зачем я так действую? Что если я прикладываю правильные усилия, я потом получаю то, что нет никого, кроме него, какое бы ни было бы состояние, в идеальном виде. Я готовлю свои килим таким образом. Я хочу готовить свои килим так, что Творец может раскрыть мне состояние, которое сегодня мне будет казаться страшным и ужасным. Но после той подготовки, которую я провожу в состоянии, если не я, то кто? Я приму это как добрый, несущий добро. Это называется, что я выхожу на работу на целый рабочий день для того, чтобы заработать вот это.